23 марта 1994 года. Airbus A310 авиакомпании «Аэрофлот» совершал международный пассажирский рейс из Москвы в Гонконг. Новокузнецк, «Аэрофлот» 523. Проходим травер с Печенкова, курс 105, эшелон 10100. «Аэрофлот» 5093. Новокузнецк, контроль принято. Следуйте на точку БПАП. Сохраняйте 10100. Точка БПАП. Высоту 10100 метров. Сохраняем 593. Спустя 4 часа и 5 минут после вылета из Шереметьево лайнер, носящий имя великого российского композитора Михаила Ивановича Глинки, с семью-десятью-пятью людьми на борту уже пролетел над Новокузнецком Кемеровской области, и приближался к Междуреченску. На высоте 10100 метров, где проходил маршрут, погода соответствовала простым метеоусловиям. Воздушное судно управлялось автопилотом. Но примерно в 0 часов 55 минут по красноярскому времени самолёт начал постепенно крениться вправо. За минуту, достигнув угла крена в 90 градусов, лайнер начал терять высоту и задирать нос. Airbus перешёл в сваливание. Последовавшие всевозможные манёвры самолёта сопровождались потерей высоты с большой вертикальной скоростью, пока в 0 часов 58 минут А310 не задел верхушки деревьев, растущих на одном из холмов. С убранными шасси и механизацией самолёт на большой скорости врезался в землю. Начался пожар. 63 пассажира и 12 членов экипажа погибли. Как выяснится позже, один из пассажиров пережил само падение самолёта, но скончался до прибытия помощи. Опыт эксплуатации Airbus A310 в России было ещё крайне мал, поэтому российское следствие рассматривало как вероятность неадекватного поведения автоматики, так и технические дефекты судна французского производства. Зарубежные журналисты обвиняли воздушное движение бывшего Советского Союза в перегруженности самолётов, отсутствие дисциплины и культуры технического обслуживания современных лайнеров. Но истинная причина трагедии лежала в плоскости, о которой не подозревал никто. По результатам трагедии компания Аэрофлот навсегда изменила номер рейса Москва-Гонконг, а производитель Airbus переписал руководство полётной эксплуатации самолётов А310. Благоприятный исход полёта зависит не только от пилота, но и от технического состояния самолёта. Чтобы следить за износом деталей и вовремя выполнять ремонт, многие авиакомпании используют инструменты Big Data. Инженеры, аналитики Big Data и специалисты по машинному обучению прогнозируют состояние узлов и агрегатов воздушных судов, обеспечивают безопасность взлётов и посадок и даже изучают данные о пассажирах для повышения продаж. Чтобы научиться одной из этих профессий даже без опыта в IT, можно пройти курс «Профессия Data Scientist» с трудоустройством от Skillbox. Весь декабрь образовательная платформа даёт скидки на обучение до 60%. На курсе вы с нуля освоите Python, SQL, научитесь собирать и анализировать данные, получите необходимый теоретический минимум по математике, теории вероятности и статистике. С вами будет работать личный наставник. Он не только укажет на ошибки, но и поможет разобраться в сложных темах и ответит на вопросы. Авторы и спикеры курса, эксперты из крупных IT-компаний. Вы будете решать задачи, максимально приближённые к рабочим ситуациям с реальными данными, поэтому на выходе у вас будет три больших итоговых проекта и опыт. Во время обучения вы получите индивидуальную карьерную консультацию и помощь в оформлении резюме и портфолио, а по окончании курса платформа гарантирует вам помощь в трудоустройстве или вернёт деньги за обучение. Первый платёж через шесть месяцев обучения. К этому времени многие студенты уже начинают зарабатывать на новой профессии. Средняя зарплата начинающего Data Scientist составляет 50 тысяч рублей. Опытный специалист получает от 200 тысяч рублей. Ещё один плюс работы в IT, льготы и поддержка от государства. Смотрите рейтинг Skillbox и отзывы учеников на любой удобной площадке. Перейдите по ссылке в описании или сканируйте QR. Узнайте подробную информацию о программе курса и зарегистрируйтесь на обучение с новогодними скидками от Skillbox. Начните изучение новой профессии уже сейчас. Обломки были обнаружены в 20 километрах на юго-востоке от города Междуреченска. Поисковая операция шла четыре дня. Место крушения представляло собой болотистую местность, заваленную деревьями. Глубокий полутораметровый слой снега, сообразовавшийся после пожара коркой, сильно осложнил поисково-спасательные работы. Но оба бортовых самописца были найдены. Они сильно пострадали, но информацию сохранили. Расшифровать их в России возможности не было, поэтому представители Международного авиационного комитета отправились с приборами во Францию, на завод-изготовитель Airbus, где присутствовали в момент расшифровки. А тем временем начали выдвигаться различные версии и предположения. Удивляло то, что с высоты занимаемого эшелона самолет стремительно снижался без подачи экипажем сигналов бедствия или сообщения о каких-либо внештатных ситуациях на борту. И в первую очередь следовало проверить компетентность экипажа в управлении этим типом воздушного судна. Дело в том, что Airbus A310 на тот момент эксплуатировался всего два года. Заменив Ил-62 и Ил-86 на дальних рейсах в 1992 году, самолет оставался достаточно экзотическим для российских авиакомпаний, будучи первым за 50 лет иностранным самолетом в парке. А также первым самолетом, летный экипаж состоял всего из двух пилотов. Логично было задаться вопросом, а хорошо ли был обучен экипаж особенностям современной широкофюзеляжной машины. Оказалось весьма хорошо. Рейс 593 в тот день выполняли очень опытные пилоты. Командир воздушного судна Андрей Викторович Данилов, 40 лет. А310 пилотировал полтора года, налетав на нем тысячу часов, причем большую часть в качестве командира. Общий же его налет составлял 10 тысяч часов. Второй пилот Игорь Владимирович Пискарев, 33 года. За полгода в экипаже А310 налетал 600 часов, при общем налете в 6000 часов. Ввиду долгого, превышающего 9 часов полета, экипаж был усилен третьим опытным пилотом, 39-летним командиром Ярославом Владимировичем Кудринским. Как и основной командир, он работал на А310 практически с самого начала их эксплуатации аэрофлотом. К тому же с Кудринским летели его дети, билеты которым он купил, воспользовавшись 50-процентной скидкой, раз в год предоставляемой аэрофлотом для пилотов и членов их семей. Словом, версия о неопытности экипажа выглядела неправдоподобно. Далее следовало проверить техническое состояние самолета Airbus A310-300, но и здесь никаких отклонений от нормальных процедур не обнаружили. Машине было чуть больше двух лет, весь налет составлял около 5400 часов. Последнее техобслуживание, проведенное ровно за месяц до трагедии, не выявило ни одной технической неполадки. Самолет был исправен и полностью готов к перевозке пассажиров. Версия западных журналистов о перегрузах российскими перевозчиками пассажирских самолетов также правдоподобной не выглядела. При общей вместимости в две сотни пассажиров на борту в тот день находилось лишь 75 человек. Правдоподобными казались лишь версия о мгновенной разгерметизации самолета, лишившей экипаж возможности вмешаться в управление. И версия о непредсказуемом поведении автоматики управления, справиться с которым экипаж не сумел. Но ни одна из озвученных версий не подтвердилась. Расшифровка бортовых самописцев и расследование длиной в год открыли обстоятельства, о которых позже заместитель председателя Международного авиационного комитета Владимир Коффман скажет «Случай беспрецедентный. У нас тогда не хватило ни совести, ни смелости заявить, что самолет погубил ребёнок. Но запись на речевом самописце и дальнейшее расследование показали, что другие варианты исключены». 16 часов 39 минут московского времени. Airbus A310 «Аэрофлот» вылетает из Шереметьево и берёт курс на восток. На этом наиболее интенсивном этапе пилотирования выполняли командир Андрей Данилов и второй пилот Игорь Пискарёв. Время в пути по расчётам должно составить 9,5 часов, поэтому на определённом этапе пути другой командир должен был подменить основного. Сменным командиром был Ярослав Кудринский. Через час после взлёта самолёт на высоте 10100 метров вышел на воздушную трассу в сторону границы с Монголией. Примерно в половине первого ночи место в левом кресле занял сменный командир, а основной отправился отдыхать в пассажирский салон. В этот период времени самолёт проходил траверз аэропорта с Печенково, что в Новокузнецке Кемеровской области. И сменный командир позвал в кабину своих детей — 13-летнюю Яну и 15-летнего Эльдара. Машину вёл автопилот, и командир позволил сначала дочери пилотировать самолёт, а потом сыну. Конечно, пилотирование не было настоящим. По мнению пилотов, усилия, приложенные детьми к штурвалу, не могли привести к переходу самолёта в режим ручного пилотирования. Однако всё оказалось не совсем так. 30-секундное отклонение штурвала сыном командира Эльдаром было расценено бортовым компьютером как сигнал к частичному отключению автопилота, а именно — канала управления элеронами. Самолёт подал световой сигнал к отключению автопилота, но на раннем этапе это было проигнорировано экипажем. Второй пилот Игорь Пискарёв сделал такой вывод на основании кривой линии на аэронавигационном приборе, которая сменила прямую линию полёта по маршруту. Так бывает, когда самолёт находится на орбите круга ожидания перед посадкой. На самом же деле никакой зоны ожидания в этом районе не было, а автопилот больше не контролировал угол крена. Исследуя за штурвалом, он всё увеличивался и увеличивался, достигнув 45 градусов и превысив тем самым предельно допустимое значение крена для А310. Автопилот продолжал контролировать тангаж самолёта, поэтому чтобы в новом пространственном положении не потерять заданную высоту, он начал поднимать нос. Это привело к потере скорости и увеличению перегрузки, из-за которой находившиеся в кабине потеряли способность перемещаться по ней. Кресло второго пилота было отодвинуто назад, он также не мог пилотировать, и единственным человеком, имевшим физическую возможность управлять машиной, был подросток в левом кресле. На этом этапе самолёт уже попал в сваливание, то есть потерял часть подъёмной силы из-за низкой скорости. Когда машина опустила нос, перегрузка уменьшилась и позволила командиру и второму пилоту занять свои места. Пилоты смогли. Вывели машину в горизонтальный полёт, но шесть секунд спустя самолёт на огромной скорости цепляет деревья на сопке, разрушается и падает. В процессе борьбы за жизнь лайнера и его пассажиров пилоты потеряли пространственную ориентацию и не заметили, что снизились до малой высоты. Заметить сопку им также не удалось. Один из офицеров колонии-поселения в посёлке Малый Майзас увидел вспышку над тайгой в начале второго часа ночи и доложил об этом руководству. Офицеры поселения вместе со скорой помощью и спасателями смогли отправиться к месту лишь в шесть часов утра. Был март, шли оттепели, наст уже не держал людей, а до места крушения нужно было идти по снегу, переходить реку. Когда же команда смогла добраться до места крушения, в первую очередь начали поиски выживших. Ни у одного из найденных людей уже не было пульса. Однако спасатели обратили внимание на снег, оттаивший вокруг лица одного из них. Это означало, что после падения какое-то время он еще дышал. Официальный отчет Международного авиационного комитета был опубликован через год, 22 марта 1995. Следователи пришли к выводу, что хоть нахождение посторонних лиц в кабине и было грубым нарушением, допущенным сменным командиром и проигнорированным остальными членами экипажа, но оно не являлось единственной причиной трагедии. Произошедшее заставило задуматься и о роли второго пилота, не обеспечившего резерв командира. Не уследил за отключением автопилота, за достижением критического угла крена, а незадолго до этого отодвинул кресло назад, лишив себя физической возможности ввести самолет, когда такая необходимость возникла остро. Затрагивал официальный отчет и руководство полетной эксплуатации А-310, в котором информация о механизме расцепления автопилота с каналом управления элеронами отсутствовала. При этом в самом самолете не было сигнализации выхода на недопустимые углы крена, а световая сигнализация отключения автопилота могла остаться незамеченной. Последняя рекомендация касалась Аэрофлота, в программе обучения пилотов которого отсутствовали упражнения по выводу Аэрбаз А-310 из сложного пространственного положения. До воплощения всех этих рекомендаций в жизнь Аэрофлот снял с полетов все А-310, временно заменив их самолетами Ил-62 и Ил-86. Вскоре французские лайнеры вернулись на линии, а несколько бортов этого типа были приобретены и другими российскими авиакомпаниями. Время Продолжение следует...